Всем привет на канале Fallout 87 и с вами снова я Павел и сегодня мы начинаем знакомиться с игрой The Long Dark, то есть Длинная Ночь. Игра будет у нас проходиться в рамках нашего плейлиста, нашего небольшого проектика Игра Выживания, где я буду стараться играть в новые интересные, а может быть и не новые, а может быть и местами неинтересные игры по выживаниям. Ну собственно сегодня у нас Длинная Ночь, Длинная Тьма, либо что-то типа этого, название игры. В общем начинаем пробовать, запускаем историю. А ну да, игра у нас находится в альфа версии, соответственно в альфа версии у нас нету истории. Выберите опыт, скиталец, так что у нас, кто у нас еще, пилигрим, ага, так и сталкер. Вы исследователь в ранней смери, охотник и добыча. Мир ничего не даст вам даром, но со временем вы здесь освоитесь. Режим для тех, кто предпочитает умеренно, а не изнурительно сложную игру, сочетающую исследования и выживание. Так, пилигрим. Вы бредете по длинной дороге, наблюдая безмолвный мир после конца света и являетесь свидетелем конца эпохи. Главное здесь это атмосфера, ребята. Этот режим для игроков, которым больше интересно задумчивое исследование мира. Дикие звери могут напасть только в том случае, если вы их спровоцируете. Так, интересно. А сталкер? Смерть ждет вас везде. На холмах, в убежищах, за деревьями. Только навыки и решимость помогут вам избежать гибели в зубах голодных зверей. Этот режим для игроков, которым хочется изнурительно тяжелой игры, основанной на выживании. Так, ребята, что же мы выберем? Наверное, выберем мы скиталец. Чтобы не было чересчур просто, чтобы не было заунывно скучно в плане того, что просто история. Так что выбираем. Выберите район. Ну давайте. Загадочное озеро идеально подходит для новичков. Сбалансированное количество необходимых территорий и рукавуруковорных сооружений, ресурсов и дикой жизни. Выходит к прибрежному шоссе и отрадной долине. Так, прибрежное шоссе, отрадная долина, зона запустения. Ну я тут смотрю, Волчья гора, случайные, скоро в игре. Понятно. Ну давайте для ознакомления, естественно для того, что нам разработчики советуют для новичков. Ну собственно это и выберем. Выбрать. Кем же мы будем играть? Мальчиком или девочкой? Девочкой или мальчиком? Естественно мальчиком. Так. И как же мы назовем имя данной ячейки? А нажимаем мы ее просто. Как и следовало догадаться. Так, нет, Enter не кинает. Начать. Так, извините, у меня антивирус хочет разрешение, просит. Так, ну вот. Ради чего я живу и ради чего я умираю? Это один и тот же вопрос. Хорошая цитата, мне понравилось. Ну, собственно вот, игра у нас запустилась. Только запустилось что-то с прыжками FPS. Непонятно. Я бы не сказал, что прям игра какая-то прям супер-пупер. Так, давайте посмотрим. Так, качество Ultra. Полный экран. Система измерений. Формат времени, синхронизация, субтитры. Так, вкал русский. Ну да, в принципе, ну, если ультра не хочет, пусть высокая будет. Попробуем с высоким. Ага, а вот с высоким более-менее нормально. Ну что ж, ребята, мы появились в каком-то лесу. У нас дикий ветер. И ничего не видать по близости. Давайте попробуем забраться повыше. И наверху попробовать что-то увидеть, если мы, конечно, в эту гору сможем забраться. Подняться наверх и что-либо увидать. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас... О, у нас есть инвентарь. В инвентаре у нас есть ботинки. Есть спальник. Есть, что это у нас? Тонкий шерстяной свитер. А почему мы это все не одели? Или это... А, нет, это галочками надето. На нас это все здорово. Так, это даже шерстяной шарф у нас есть. Так, вода. Ну и, в общем, все понятно. Давайте подниматься. Ты что, не можешь уже подняться, что ли? А я надеялся, что мы сможем подняться в гору. Нет, в гору мы подняться не можем. Ладно, у нас пути другого нет. Как только пойти по прямой, по вот этой замерзшей речке, продуваемой всеми ветрами. Так, давайте попробуем. Ага, у нас, как видите, в правом верхнем углу есть полоска силы нашей. Которая тратится на быстрый бег, тем более против ветра. Да, вот. Устал у нас чувак наш. Так, попробуем вот здесь зайти наверх. Получится ли? Это вот вопрос. Так, ага. Зайти не получается. И прыгать наш. Ёлы-палы. Легкие ушибы, растяжение, одежда. Ага, то есть одежду еще покоцали. И на 3% покоцались сами. Понятно. Смотрите, там есть какие-то строения на берегу вот этой замерзшей речки. Река Южный берег. Найдено новое местонахождение наше местоположение. Так, а тут еще один. А, это, по-моему, рыбацкие маленькие такие домики для ловли рыбы подо льдом, так сказать. Под ледной ловлей. Все понятно. Но там может вполне что-то быть полезное. Вполне возможно. Кстати говоря, вон там домик есть. Там домики. Надо, видимо, все нам обшарить здесь. Давайте попробуем. Вот мы подбираемся. Медленно-медленно подбираемся к первому зеленому домику. Может быть, что-то там есть хорошее. Ну, по крайней мере, погреться там вполне можно. Там вот печка-буржуйка, я так понимаю, есть. Ага, и домик открыт. Отлично. Так, двери здесь нету. Давайте попробуем выдвинуть ящик. Мы нашли ткань. Возьмем ткань. Так, в качестве нам. Пальцы они мели. Что же у тебя так быстро? Вот, спички нашли. Это хорошо. Мы нашли патрон. Отлично, ребята. Отлично. Патрон нам может пригодиться. Так, мы можем, в принципе, буржуйку зажечь. Ага, у нас нет ни одного топлива. Понятно. Но нам нужно дерево. Это естественно. Так, прорубь заморожена на 100%. Давайте попробуем добежать до вот того домика небольшого. Нам нужно попасть, наверное, в нормальные строения. В этих домиках вряд ли будет что-то прям дельное. Ух ты, нифига себе. Чувак замороженный. Газировка есть. Банка сардин. Пригодится, пригодится. Он еще и покушенный, кстати. Покусали его. Так, давайте-ка попробуем зайти. Блин. Сюда. Ну, по крайней мере, здесь можно вот так вот дверку закрыть. Уже хорошо. Так, банка. Крючок. То есть, для ловли рыбы, видимо. То есть, мы сможем ловить рыбу. Это есть хорошо. Травяной чай. Так, есть ткань еще. Так, что здесь? Шапка. Факел. Это отлично. Спички, получается, у нас. Труд есть. Труд есть. Это хорошо. Буржуйки. Топлива нет. Жаль. А, жаль. Ладно. Так. Чертов мороз. Да, мороз. Так, мы, походу, начали обрастать сосульками. Как видите, рядом с крестом в левом нижнем углу у нас появились какие-то треугольники. Так, ну, тут вот виднеются вроде нормальные домики. Но наверняка, наверняка в одном из этих домиков должно быть хоть какое-то топливо, либо хотя бы топор, чтобы добыть это топливо. То есть, дрова, другими словами. Так, ну, мы почти, почти, почти добрались. Почти выдохлись, кстати говоря. Домики у озера. Ну, надеюсь, здесь что-то есть дельное в этом домике. Наконец-то мы зашли в какой-то из домов. Так. Так, полка. Чтобы требуется топорик. Так, понятно. А что это, в домике, ребята, нету печки? Нафига же нам такой домик-то сдался? Ветер завывает. Это, конечно, да. Так, разломаем давайте. Отлично. Древесина. Древесина нам, видимо, пригодится. Так. Ну, на кровать мы ложиться не будем, чтобы совсем тут не окочуриться. Банка сардин. Хорошо. Так. Контейнер. Что у нас там, интересно, в контейнере? Еще спички. И, видимо, все. Так, давайте еще ящик разломаем. Все-таки ящики, это деревяшки, вот такие корявые, корявые деревяшки. Давайте в другой домик сходим, в котором хотя бы есть буржуйка, которая может нас обогреть хоть как-то. Я надеюсь, вот в этом домике есть буржуйка. Иначе это было бы очень и очень хреново. Так. Ребята, что тут буржуек тут нету. Так, разломайте. Ну, давай, ломай. Осталось около 8 часов дневного времени. Понятно. Так, видимо, придется бежать после обшаривания этого домика. Так, топорик, понятно. Топорик требуется, придется, скорее всего, бежать вот этим маленьким домиком и там греться. Потому что буржуйки я нашел только там. То есть здесь мы сейчас запасемся с вами. О, кстати, ребята, у нас хп-то все больше и больше убывает. Все, идем отсюда нафиг. Быстрее добежать до этого маленького домика, чтобы согреться. Офигайся, он еще и взевает. Ты сейчас скоро скорючишься, еще и взеваешь. Так, вон тот домик более-менее был. Это еще что было такое. Ладно, неважно, что это было. Бегом, бегом, бегом до домика. Ага, вон, птицы, птицы. Это уже интересно. Они кружатся, как будто бы стереот. Ух ты, нифига, там реально олень. Олень, ребята, там есть. Так, давайте дверь закроем. Так, где-то тут печка-буржуйка. Ну-ка, давай разжечь огонь. Давай, разжигай огонь. Нам нужно согреться, наконец-то. Давай, 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 давай. Разжигай. Как-то долго он разводит огонь. Так, ну, и я не понял. А что это, буржуйка развалилась, что ли? В смысле, перестала купить. А, шансы на успех 50%. Нифига себе, ребят. Чтобы буржуйку разжечь, у нас чувак-то совсем не умеющий разжигать костры и огни в печках. Ну, давай, давай. Ох, ох, ох. Да, озвучка у нас, конечно, прикольная. Так, а что это за... А, это отдыхать он хочет. Он хочет отдохнуть. Так, ну, почти разгорелся огонь у нас. Вот, ну, отлично. Так, у нас начинает ползти температура, что ли? То есть, 22 минуты будет гореть плюс 3 градуса. Что за бред, ребят? Что за бред? Почему так мало? Так, давайте подкинем еще топливо, что ли? Так, ну, вот, температура вроде повышаться начала у нас. Ладно, все выкинули. Так, книга есть. Давайте еще и книгу тоже туда скинем. Так, вот у нас уже 20 градусов. Уже у нас считает тепло. И 4 часа мы можем не беспокоиться о температуре воздуха в нашей печечке. Так, что же нам теперь надо сделать? Нам надо бы что-нибудь поесть. Так, давайте попробуем. Травяной чай. Ну, травяной чай это, знаете, готовить еду. Нам нужно топить снег. Даже не знаю. Ну, давайте приготовим чай. Приготовим тогда травяного. Так, ну, чашка травяного чая. Это замечательно. Замечательно так. А что больше, кроме так чая, мы ничего сготовить не можем, что ли, ребята? Ну, что за бред? Топить снег. Ну, давайте потопим снега немножко. Так. Ага, вон он как. Так, вот мы снега натопили. Но мы тут еще, во-первых, устали. Как вы заметили. Так, у нас тут свет появился. Нифига себе. Необходим инструмент для разбивания льда. Понятно. Так. Я вот думаю, ребят, стоит ли нам попробовать... Так, топливо мы уже забрать отсюда не сможем. Ладно, пусть она горит. Если что, мы надеемся, что найдем. Так, ага, бежать мы не можем. Мы чересчур устали. Так, погодите. А мы ничего разве не можем съесть в данный момент? Так. Пить. Ага, калории мы восстановили. Усталость нет. Понятно. То есть, эта усталость не уменьшает. Ладно, по крайней мере, мы сейчас поели. Получается, восстановили чутка калорий. Восстановили согреваемость, так сказать. Или как там, согрелись более-менее. И можем попробовать дойти до того домика. В котором, я надеюсь, надеюсь, все-таки. Есть. Есть буржуйка, которую мы сможем разжечь. Там, мне кажется, или вдалеке что-то шевелится там. А этот домик из-за угла выползает. Ну, все понятно. Так, кстати говоря. А почему мы такие покоцанные? Давайте попробуем обезболивающие. Обезболивающие. Это что? Антисептик. Бум-бум-бум-бум. Чем же нам полечиться тогда? Ладно. Не суть важна. Будем пробовать идти просто вперед. Вперед и с песней. Надеюсь, нам это поможет. Кстати, дым из нашей... Вот этой... Вот из этого домика маленького для рыбаков почему-то не виден. Хотя, по идее, и должен. Там 4 часа должна еще гореть наша буржуйка, которую мы поставили, зажгли и ушли благополучно. Ух ты, ребят. Смотрите, канадский флаг на флагшлоке. Отлично. То есть, мы в Канаде. То есть, по идее, чувак должен быть приспособлен к холоду, к зиме и снегу. Ну, ладно. А замерзает он очень быстро. Так. Так. Загадочное озеро. Интересно. Так. И что это ты через льдину пройти не смог? Так. Только не говорите, ребята, что в этом домике нету печки. Это что это? А. О, ну что? Понятно. Давайте зайдем, посмотрим, что там у нас в домике есть интересного. Так. Ну, выключатель, естественно, у нас. Вот. Печка есть, ребята. Ребята, здесь есть печка. Значит, мы заживем сейчас на полную, что говорится. О, баночку на тень. Баночку нашли. Отличненько. Так. Здесь даже есть верстак, есть леска. Это прикольно. То есть, мы сможем это использовать. Так. Так. Топливо мы нашли какое-то. Так, ребятки, нам надо поторопливаться. Радио у нас выключено. Так. Нам бы фан... Ох ты, нихера себе, бляха-муха. Нашли, называется. Так. Пустой. Чувак замерз, не согревшись. И это хреново. Так. Шерстяные носки. Отлично. Шерстяные носки. Это вещь, ребята. То есть, вы хотите сказать, что вот... А, нет. Мы можем стул разломать. Ну-ка, давайте. Три, получается, ножки от этого стула будут у нас. Так. Мы можем разломать, соответственно, ящики. Так. Так. Так, сейчас разломаем ящички. Отлично. Книжка какая-то. Шкаф какой-то. Понятно. Это обезболивающие. Отлично. Газета. Так. Здесь буржуйка. Ну-ка, давайте попробуем разжечь огонь. Начинаем. Так. Вроде что-то пытается у нас загореться. Но поскольку у нас 50-процентный шанс на это, то у нас может в самом середине обвалиться. Это разжег этого печки. Ну, надеюсь, получится. Надеюсь, получится. С первого раза так было бы проще гораздо. Вот уже почти. Вот уже почти загорелось. И... Загорелось. Отличненько. Давайте туда добавим топливо. Да и книгу тоже туда в топку. На 2 часа 40 минут хватит нам этого обогрева. Так. У нас есть кровать. Но нету фонарика. Фонарик бы нам... Это было бы круто, ребята. Так. 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 То есть, двое носок мы надеть уже не можем. Так. 0,8%. Бонус. Нету. То есть, эти получше получается. Здесь, ребята, у нас... Ох, 17 градусов всего лишь. То есть, нам топливо побольше надо. Чувак совсем скорючился здесь. А, здесь надо, получается, вторую печку зажечь, чтобы совсем было камильфо, что говорится. О, отлично. А, давайте попробуем аварийный фонарь этот зажечь. Зажечь. Ну-ка, пробуем. Отлично. Ну, теперь хотя бы у нас светло. Там, где светло... Ой, нет. Давайте посмотрим, что еще тут есть. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Будто ты не знаешь, что у нас тут. У нас здесь есть... О! Деревяшка есть. Отлично. Давайте аптечку посмотрим. Отлично. Всяких медикаментов понабрали. Это нам пригодится. Так. Что у нас там в выдвижном ящике верстака? Шоколадки понапрятаны были. И газета. Так. Что у нас здесь интересного? Точильный камень. Так. Почему он прыгать у нас не может? Вот вопрос тоже. Может здесь тоже зажечь? Попробуем, по крайней мере, чтобы у нас все печки горели. Чтобы тепло было везде. Если получится, конечно. Надеюсь, мы зазря не потратим наше топливо на все эти печки. Надеюсь, что нет. Ага. Печка не загорелась. Так. Так. Давайте пока не будем тратить. Так. Ну, на улице вот вроде как... Так. Неправильное место для отмена. Так. Так. Давайте выйдем на улицу. Посмотрим, рядом есть ли еще домики, которые мы могли бы обыскать. Так. Блин. Блин. На улице что-то вообще капец. Если честно. Это мы разломать не можем. Здесь у нас, блин, нифига нету. Был бы у нас топор, ребята. Вот честное слово. О. А, это мы этот можем зажечь. Так. Попробуем, наверное, пока у нас горит наш, получается... Да, администратор турбазы совсем скорючился. Пока у нас более-менее тепло здесь. 17 градусов поспим. Ну, эдак... Ну, 12 часов. Попробуем поспать. Надеюсь, мы не замерзнем. Так. Печка у нас. Ага. 19 часов. 11 минут. Чё это мы замерзаем, получается? Фонарей нет горючего. Так. А чё? Темнотень-то такая, ребят. Фонарей нет горючего. И полная темнотень. Замечательно, ребята. Так. 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 Воды захотел. Давайте воды. Сейчас дадим. Пей давай. Так. Попили. Вот это что-то такое, значит? Это... Нос замерз, что ли, у него? Или лечить? Такое... Жопа какая-то, блин. Непонятно. Так. Что это? Бревно. Ага. Так, журнал общей заметки. День первый, день второй. Так. Понятно. Заметки на день. Состояние. О! У нас, ребят, жуткий голод. Давайте что-нибудь съедим. А то голод это, я вам скажу, не очень хорошо. Нет, голод еще и пить еще хорошо-то нам получается. Так, вода питьевая. Ну, давайте попьем. Напьемся и съедим. Что у нас там? Банка сардин есть. На холодную сейчас как съедим. Так, голод еще мы не утолили. Значит, еще одну банку сардин. Еще голод мы не утолили. Так, ладно. Это кто у нас? Вяленая говядина. Ну, давайте говядинки подъедим. Подъедим. Так. Голод красноватый все-таки. Давайте, блин, еще что-нибудь съедим. Если есть это что-нибудь. Так, есть вот газировка. Давайте пивнем. И заодно на калории как раз. Пополняет. Ну, вот более-менее. Более-менее. И усталости более-менее нет. Так, что у нас там? Переохлаждение. Холодная погода. Так, аптечка. Оставайтесь в тепле 8 часов. Температура вашего тела была очень низкая. Слишком долго. Слабость не пройдет, пока вы не пробудете в течение... Ну, давайте попробуем. Тут где-то у нас показывалась кровать. Спальный мешок. Ну, давайте спальный мешок. Так, мы взяли спальный мешок. И давайте кровать. Еще бы знать, сколько сейчас времени. Так, осталось менее часа ночного времени. Ну, давайте 3 часа отдохнем. Я думаю, этого вполне хватит, чтобы рассвело. Более-менее. Чтобы мы могли выйти на улицу и попробовать поискать что-либо. Вот. Более-менее видно что-то. Так. Давайте мы этот... Вот так. Уберем пока топливо. Для него все равно у нас нету в данный момент. Так, давайте-ка попробуем что-нибудь все-таки найти. Потому как, блин, холодно, ребят. Так, ну, давайте побродим. То есть нам уставать на 100% не надо. То есть бегать нам противопоказано. Выходит так. Где же у нас какие-либо постройки? Вот у нас утро раннее получается. Птички летают. Холод еще. Ох ты ее. А вот волков нам, ребята, не надо. Волков нам не надо. Да. Блин, а он куда-то побежал. Он куда-то побежал. Мне это не нравится. А, он оленя, ребята. Прикиньте, он оленя завалил. Ну, ладно. Смотрите, там что-то есть наподобие каких-то... Или скалы это, или домики. Ну, непонятно. В общем, давайте попробуем по рельсам пройтись. Так, от волка мы благополучно убежали. Да, там, по-моему, вагон какой-то. Ну, хотя бы до вагона давайте добежим. Дойдем, посмотрим, что там есть интересного. Может быть, что-то съестное или топливо какое-то найдется. Вот. Как бы нам не пришлось обратно в этот же домик возвращаться. В котором, по сути, уже теперь ничего для нас нету нужного. Так, да, это и есть вагоны. Вагоны куда-то съехали с рельсов, получается. Так, сзади там волков не видать. Это хорошо. Так, что мы можем спокойно идти и обыскивать эти вагоны. Смотреть, что здесь. Есть ли что-то полезное. Нам бы полезен топор был. Вот это было бы круто, ребята. С топором мы могли бы нарубить. Я так представляю. Ну, предполагаю. Множество, множество дерева. На растопку. Так. Не понял. То есть, по вот этому дереву сюда можно зайти, получается. И никак иначе. Ага. Хоть что-то, но все-таки есть. Давайте смотреть, что здесь. Вяленая говядина. Ну, да, конечно. Нам это... Вяленая говядина. Это очень сильно надо было. Так. Ух ты. Ой-ой-ой-ой. Надеюсь, они на меня нападать. Чувак. Чувак, у тебя что-нибудь есть полезное? Меня тут сейчас, походу, будут кушать. Собака, иди нафиг. Волк, иди нафиг. Волк, я тебе говорю, иди нафиг. У меня оружие даже против тебя пока нету. Вот как мне защищаться от него, вот вы скажете, предложите, а? Волк, отстань от меня. Отстань от меня. Отстань, я тебе говорю. Блин, лает еще, главное так. Какой-то странный волк. Если уж хочешь напасть, то нападай на меня. Блин, я тебе не говорил нападать. Ааа, ребята, ребята, ребята. Я тебе сейчас дам опор. То есть надо бить его, бить его, бить. Ааа, он нас загрыз, ребята. Прикиньте. Так, ну, видимо, два дня все, на что мы смогли протянуть. Или я не понял. Мы живы? Так, мы живы, но, видимо, ребята, ненадолго. Потому как у нас теперь нету нормальной одежды. Мы замерзшие, как не знаю что. И возможности... Ну да, видимо, так оно и есть. Ну, по крайней мере, не сильно уставшие. Давайте попробуем пробежаться. Так, здесь какой-то отвал бревен. Какие-то синие бревна непонятные. Ну ладно. Да ладно тебе, елы-палы, а? Да, видать тебе, реально, чувак, конец. Грузовая железная дорога. Так, давайте попробуем что-нибудь съесть. Так, что у нас там есть? Полезная. Так, лечить раны. Пробуем. Так, лечить раны еще раз пробуем. Еще раз лечить раны пробуем. Ну, переохлаждение мы никак не исправим сейчас. То есть мы на одном проценте вроде как полечились. Что-то где-то как-то... И что? И что? А, вы ушли во тьму. Вот так вот, да. Так, ну что ж, ребята. Получается у нас... Исследованных местоположений 9. 9 часов бодрствования. 19 часов внутри домиков. Ага. Израсходованы калории 200... 2801. Так, ну что ж, ребята. Игра интересная. Я вам так сразу скажу. Мы нашли уйму всего интересного. То есть даже если бы мы в этом домике поселились, нашли бы топор и смогли бы там согреть, обогреть себя, то у нас там был бы верстак, собственно, вот, на котором сейчас вот на заднем фоне все показано, все, что лежит. То есть мы могли бы, в принципе, выжить. Но топора мы, к сожалению, не нашли. Топлива мы в достаточном количестве не нашли. И, собственно, это была серия ознакомительная. То есть мы будем продолжать играть в Long Dark, так сказать, долгую тьму. Так что всем спасибо, кто был на канале Fallout 87. Кто смотрел это видео до конца, кто прокомментировал его, кто лайканул и распространил среди друзей. Всем спасибо и до встречи на канале Fallout 87. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok